Мы вчера закончили первый цикл, это классическую игру Кубка Украины, особенно командный кубок. Сегодня быстрые шашки, завтра будет блиц. Я хочу представить вам судейскую коллегию. Я главный судей Урих Евгений Васильевич, заместитель главного судей Литинского Владимира Михайловича, заместитель главного судей Владимира Петровича Лисиченко и главный секретарь Попрога Виталия Александровича. Соревнования считаю открытым. Добрый день, участники наших соревнований. Сейчас зашли в рекламе нашего соревнования по швидкой игре. Швидкой игре у нас соревнования проводятся 22 вересня, один день, за адресом Вернацкого 27, Шахово-Шашковый клуб имени Йосифа Огориха. Змагания проводятся на Шашковом кодексе Украины 2000-го года. Где нас это самое? Вот он. Вы его видели. Видели, да? Ну, может, не все видели это самое. Вот он. Вот он. Вы на суде можете ознакомиться. Регламент там, также регламент проведения змаганий, затверденного Министерства Володи за спорт Украины. Цей регламент повешен там на достичь, информационный достичь. Можно тоже познайомиться. Так, и данным регламентом. Так, змагания проводятся за швейцарской системой, значит, сколько турей мы зараз объявим додатково. Контроль часу. По контролю часу мы тоже дополнительно после оглашения регламента всего, мы поговорим на эту тему. Потому что есть некоторые данные, что данные соревнования мы можем проводить немножко по-другому, по контролю времени. Значит, игра проводится за системой микроматчев, с жеревхованием початковых ходов, позиций, чоловеков и женов, с использованием таблицы жеревхования дебютов, классические шашки. Запис партии не обовязковый. Танково не обовязково позначать двумя шашками. Анализ и разбир партии проводятся в специальном введенном месте. Пожалуйста, комната, там шашки есть, можете там анализировать. Там, да, там и чек она работает. Там можно чай попить, кофе, печенье, пряники, все там есть. Пожалуйста, для вас все. Так, и час туру забороняется. И час туру забороняется выкоррестование мобильными телефонами и иншими электронными пристроями. Что может маты вернушения до партии. Это звуковой звенок, виброзвенок, мобильный телефон, и час туру. Сейчас, например, зараховывается паразка в партии. Я обращаю внимание участников, потому что у нас редкое соревнование проходит без вот этих казусов. Телефонные звонки постоянно. Поэтому просьба, зашли в этот зал, выключили, чтобы, в принципе, не мешали они ни вам, ни приятностей, ни остальных не отвлекали. Випадку звукового звенка або виброзвенка мобильного телефона в турнирному залі у тренера, чи представника, я не позбавляються права відвідування турнирного зала протягом туру. Вирішення питань, яке винагнуть учасників, действуються через головну суддейскую коллегію. Протести могут подаваться до головної суддейської коллеги не пізніше початку наступного туру. Прострочені часу фіксують тільки учасники матча. Ніхто, ніхто нічого не должен говорить, коли, в принципі, увидели у когось що-то. Включення партий у сторонних осі, в тому числі фіксування від посрочені часу, карається так само, як з мобильними телефонами, з тими проблемами. Так, кто? Так, Леня, я все слышу. Містя учасників означається за найбільшою сумою очок. Випадку урівності очков містя визначається. Значит, перший критерий. За результатом особистої зустрічі тільки для двох учасників. За урізані системи Силкофа. Значит, перший критерий тут. Мінус худший, потом приравністі мінус 2, худший, мінус 3 і так далі. Якщо урізані система Силкофа не виявити нам победителя, третій критерий. За найбільшою кількістю перемогу. Следуючий критерий. За найкращим результатом. За іншими учасниками порядку занятих місць. Так, і останній у нас критерий. За результатом микроматчу для двох учасників. Або матч турніру для трьох, там більшою кількістю учасників з закороченим контролем часу. Три хвилини на партию з задаванням 33 секунд на хит. Т.е. система 3 плюс 3. Так, следующий у нас пункт. Командний залик. Возначається згідно регламенту Минмолоду. Вон там находится. Выпад курівності командних очок. Для двох або більших команд місць назначається за перший критерий. Найменьшую сумму занятых місць залікових членів команди в особистому залику. Значит, команда считається по двом лучшим мужчинам і по одной, значит, женщине лучшим. Найбільшую сумму очок залікових членів команди в особистому залику. Це другий критерий. І останній критерий – додатковий матч між цими командами для двох команд або додатковий матч турнірів для трьох або більш команд з закороченим контролем часу. Трі хвилини на партию з задаванням 3 секунд на хит. Т.е. система та же 3 плюс 3. Участники, які посилили перше-третье місце в особистому залику, нагороджуються медалями та дипломами Федерації Шашек України. Команди, які посилили перше-третье місце в командному залику, нагороджуються дипломами Федерації Шашек України. Кроме того, у нас є спонсор наших соревновань, як завжди, це наш главний суддя Ворюх Євгений Юсипович. Значить, для женщин, а отдельно для мужчин, в каждом турнире учредил два призовых фонда. Значить, там и там по 1000 гривень на каждое соревнование. Значить, за первое место 500 гривень, за второй 350 гривень, за третий 150 гривень. Вот так у нас это. Теперь нам осталось решить, Антон Иванович, осталось решить небольшую задачу. Значит, есть такая нехорошая вещь, что наш кодекс немножко запаздывает с европейскими кодексами. И вот эти соревнования, которые мы проводим по быстрым шашкам, 10 плюс 5, это мы берем самый меньший критерий. Вообще-то критерий от 10 до 30 минут дается. Значит, Европа проводит уже эти соревнования с быстрыми шашками по контролю времени 7 плюс 5. Ну, сейчас и коммерческие турниры, Европа. 8, 10, 10. Ну, есть критерии, которые в данном случае мы решаем выйти из этих 10 минут каким-то образом. Чтобы сделать наши все-таки соревнования и легитимными, и в то же время, значит, были они на уровне все-таки не нашего опаздывающего кодекса. Потому что его утвердили в 2000 году, а разработался он 2-3 года до этого. То есть еще электронных часов не было. Поэтому об электронных часов здесь вообще речи не идет. Здесь пишется 10 до 30 минут, быстрые шашки. Поэтому, как показывают... А? Что-то хотели сказать? Я хочу. Не, ну я хотел потом. Сейчас я закончу, и каждый выскажется, чтобы все это было красиво, элегантно, и чтобы это было все-таки легитимно. Поэтому у нас выбор. Либо играть по нашему кодексу, то есть 7 плюс... Тогда у нас регламент будет 10 плюс 5. Либо подравняться нам под европейские какие-то соревнования, под европейские эти самые. И играть уже немножко с другим укороченным немножко регламентом. Сейчас мы должны это обсудить и окончательно решить. Каждый из вас может высказаться. Но первый бой, как и жаловаться. Я считаю, что 7 плюс 5 почему? У нас этот отбор идет чемпионат мира Европы, чемпионат мира 7 и плюс 5. И получается мы будем отбираться по другой совершенно регламенту, это непонятно. Поэтому надо чуть-чуть жестко даже, без всяких 7 плюс 5 и никаких 10. Здесь вопрос в том, что мы отходим от кодексов. Здесь вот этот вопрос. Мы отбираемся к чемпионату мира Европы. И по каким правилам проводятся чемпионаты мира, по каким мы обязаны отбирать плюс 5. Так, я хочу услышать, что у меня... Хотел бы сказать вот противовесу Бойку. Кто-то может сказать? Мы будем тренироваться здесь. По 10.05. Дайте, вы сказали. Ничего еще тогда не было известно. Регламент еще не был готов. Какого... Вот регламент. Он еще пустой. Здесь еще ничего нет. Это проконтрольный. Мы за мы игра... Ну, это не надо двигать быстро. Время турнира. Во время турнира нельзя менять. Нельзя менять. Так мы ничего не меняли. Мы ничего не меняли. Мы... Да, мы поменяли по сравнению с прошлым годом. Проводили, да, кубок. И чемпионат Украины правильно проводили. 10 плюс 5. Но в этом году у нас этих таких соревнований еще не было. Поэтому сейчас вопрос идет. Или играть со временем с европейским временем. Это самое новое, с Европой. Либо остаться на тех же позициях, но старых. Раньше я именно делал. Мне кажется, надо голосовать и как-то что-то делать. Хорошо. Голосать, конечно, можно. Хорошо. Багдан, давай. Давайте. Стоп, стоп. Багдан, давай. Сейчас все знают, а сейчас где федерация. Они играют 7 плюс 5, другие 8 плюс 4, по-моему. Поэтому давайте с следующего года предъявляться уже. Кому мы, что, куда. И с следующего года все играем 7 плюс 5 или 8 плюс 4. Чтоб не было каждый год совещаний. В этом году давайте 7 плюс 5, включим 8 плюс 4. А сейчас уже 10 плюс 5? Да. Давайте. Я 5 лет уже говорю, что мы играем не в федеральную контроль. Так давайте Black Classic проводить сколько там? 30 плюс 30 или 40 плюс 10, а не 45 плюс 15. А что это у нас выборочно? Один турнир такой, другой такой, третий. А как это выбор? Давайте по этим правилам тренингский совет. Или кто определится. И с следующего года все время играть по этим. Чтобы уже по технику рекомендации, по технику законам и правилам. Да, давайте мы сегодня позаиграем, как уже и Гарри. Классика по какому контролю проводить? Классика 45 плюс 15. Ну, такого контроля тоже не существует. Никто не обращал. Ну, нет такого контроля. Ни в ИГ, ни в КВД. Нет, ну... Ну, классика это совсем другое, что вы... Главное, что, где? Плассики... Нет, тогда. Здесь я тебе противоречу. Плассика более 30 минут дается в основное время. Поэтому там нет. Очень наркотик, скажем как вам. Опоздал регламент, кодекс и все остальное. Я же говорю, он идет не со временем. Наш кодекс. Он может 20 тысяч рублей. Давайте голосовать. Давайте голосовать. Ну, участники, жираются же участники. Если их больше, значит, будет то время. Если те больше, значит, то время. Тут же все живые. Если у человека будет столько, значит... Уважаемые ученики, здесь должна быть однозначная позиция. Если 7 минут не воспринимается, сейчас мы определимся, значит, однозначно его не будем проводить. Потому что это будет уже такое. Одни за, другие против, кто-то пойдет с жалобой, кто-то нет. Это самое, здесь уже только однозначно. Единогласие. И больше ничего здесь нет, мы не считаем. А сейчас мы должны предложить за то, чтобы 10 минут. Если таких много, тогда, значит, по вкусу... А если это один человек, то... А чего надо брать? Ну, куда 7, а потом... Ну, 8 сделаем. Ну, один день дается. На чемпионат украинский дается 2 дня. Давайте до вечера. В принципе, один день только. Я ничего не знаю. Тем более мы пустим. А вот здесь... Так, хорошо. Давайте хотя бы... Владь, значит, финал Украины будет на быстрые 2 дня. Регламент, да. Вот, там легче немного. А здесь будет полтора часа длится. В финале Украины какой будет контроль в быстрые 2? Ну, 2 дня там дается. Там 2 дня дается. Там 2 дня дается. Ну, как мне это... Подожди, еще... Это через 2 месяца соревнования. Я просто говорю о том, сколько дней будет эти соревнования. Ты там будешь играть? Богдан, ты будешь играть? Ну, уже среди юнеров идет 7 плюс 5. Продвижение уже 20 лет. Я практически уже сюда мы играем. Нигде еще мы не видели контроля больше, чем 7 плюс 5. Это же пиздец игра, это 7 плюс 5. Молодежь может играть, да? Молодежь играет, а мы здесь не можем уже играть. Кто против? 7 минут, кто против? Если, допустим, там один человек, ну, я не знаю, ну, это... Ну, один человек, у нас тут сколько человек? У нас тут 30 участников, у нас один человек против. Так, кто Богдана еще поддержит? Понченкова, кто поддержит? Кто 10 минут? В Ангарске же поддержит. В Ангарске, да? В Ангарске, да? Кто еще? Кто еще? Еще, так, я знал. Леня, кто что? Леня, ты проголосовал или что? Нет, нет, я не понял. Вот я рука туда-сюда, непонятно. То ли поднято? То ли не сходить? Давай, а если не сыграть, а вы? В Ангарске, мы не будем. Да, нет. Да, даже не знаю, что запустилось. Если положение в регламенте, время не указано, в регламенте указано время или нет? Мы указали всем. В регламенте, не в кодексе. В министерском? В министерском? В министерском. В министерском не указано. Нет, судейская коллегия имеет право установить в любое время. Так и... Если в регламенте не указано... Как и этого? В министерском не указано, что мы должны играть на важный кодекс 2016 года. Тебе нужно, например, выключить, что помеху будет туда. Мы ставим в регионах 5 секунд ближай. Серега, то я достал бы там. А если 7 плюс 5, это 10 минут, это 10 минут, 7 плюс 5. Нет, на этих часах не поставишь 10 минут, а 10 это... Можно поставить. Держи, они вместе в правах. Видно, сколько осталось секунд. Не проводятся такие закрывания без добавлений. Все, даже девочки 7 на 5 просит. Ну, я думаю, надо голосовать, где нам мальчика, вы поняли. Я думаю, там Дина, наверное. 6 секунд. Ну, тут мы едаем в одно, там в другое, а на мире в 3. Разные в 3 контроля. Значит, 7 плюс 5, это даже больше, чем 10 минут. Любые. Если вы принимаете, рассчитайте. Так, это хорошие. Короче, ты воздержал. Не любые. У нас можно... Еще раз. Так, все нормально. Если по кодексу, то нам обязательно механические часы. На этих часах до конца нельзя. А механических часов нет. В этом варианте у вас нет по 10 минут проводить. У вас только по 7, там, или вот, ну, вот этого. Потому что тогда следующий я потребую, чтобы механические стояли согласно кодеку. Или не проводить электронную жеребьевку. Придется вручную ее проводить. Тут начнется такое, что это. Потому что в кодеке там нет электронной жеребьевки. Придется решение, потому что действительно в Арианте не написано. Что вы сказали, что в Арианте стоит? Все, Володя. Семь лет, два, и в Арианте стоит. Так, ну хорошо. Тогда мужчины 9 туров. А девочкам сколько нам? Семь. Семь туров. Ну, девочек там точно только 7. Все. Мы же 8. Товарищ судейской коллеге, посовещавшись, значит, пришла к следующему выводу. Надо идти в ногу, надо идти в Европу. И надо, в принципе, готовить наших спортсменов к тому контролю, который применяется у нас в Европе. Поэтому все-таки по-старому нам это самое не стоит. Я понимаю некоторых товарищей, но все-таки, я говорю, устарел кодекс. Нам уже ему 20 с лишним лет, и мы должны все-таки двигаться. Поэтому мы приняли решение, судейская коллегия приняла решение с большинством, с громадным большинством. Один процент. Смотрите, давайте так. Кто за то, чтобы 7? 7 плюс 5. Понимаете? Едино. Надо тренироваться. Ну, больше считать. Еще два ушла. Кто против? Кто против? Кто воздержался? Ну, поставьте сейчас хоть часы или механические. 10 минут ему времени. А как он потом будет догонять? А как он будет догонять остальных? Будут держать всех. Нет, нет. Оборот. Если механические он держать не будет. С механическими он держать не будет. Нужно поставить тем, кто против, поставить 10 минут механических. Хорошо. Соперник может не согласиться. Соперник же скажет, что я не хочу играть. Так, все. Все. Тише. Тихо, тихо, тихо. Значит. Так, механические тогда по 10, а тут не захочет. Подождите. Так вот, должны сейчас все проголосовать, что потом не захочет. Нет. Два против, один воздержался. Что? А кто еще против? Я против видел только... Против только был один человек. Кто? Житомир. Да, второй Житомир, который принял. Я думал, что он ему помогает. Значит, такой вариант. Давайте остановимся на таком варианте. Вот. Так Женя еще будет. Нет. Давайте остановимся в варианте. У нас два человека из Житомира на отрезке. Значит, предлагает судейской коллегии такой вариант. Им механические часы поставить. Против. Все должны в одном условии. Против. Все должны в одном условии. Посчитайте. Но при контроле 7,4 это даже больше, чем 10 минут. А это... А это... А это... А это... А это... Семь плюс пять. А это... Вы сделали... Семь плюс пять. Все? 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 Значит, мужчины. 7 плюс 5, значит 9 туров, значит после пятого тура у нас перерыв обеден, обязательно будет, а перерыв где-то час-полтора, там посмотрим, как мы будем идти, час-полтора будет, чтобы сегодня выходной день найти надо где-то это самое. Девочек 7 туров, 14-15 человек, у вас 7 туров, точно так же после пятого тура у нас будет обед, потом еще это самое, можете потом уезжать домой. Так, все, тогда жеребьевка готова.